Радио Болткома Поехали, всем привет, Олег Пекай, Владимир Веселов, вместе с вами, программа «Синема». Да, да, всем привет, всем слушателям. Мы, значит, сначала проанонсируем, значит, у нас в это воскресенье вручают, ну, не у нас, а в Лос-Анджелесе, вручают премию «Оскар» Американской киноакадемии. Наверняка, вот, ну, поговорим мы об этом, поговорим, напомним просто вот о том, какие картины и какие все-таки прогнозы, предсказания, вот, может быть, сейчас вот запишем все это, а потом проверим на следующей программе, насколько наши прогнозы действительно... Скорее так, скорее, какие предпочтения, например, лично у меня в этих списках и прочее, потому что делать прогнозы сейчас очень сложно, невозможно предсказать, мне кажется. Ну, попробуем. Вот, ну, начнем, наверное, как обычно, с новинок в кинотеатрах. Да, честно говоря, так я взглянул, как будто бы новинок особенных и нету, итальянских. Ну, есть два фильма, я посмотрел, вроде как, таких, ну, на самом деле, действительно, особо растекаться в мысли по древу не будем, наверное, в этой связи, потому что фильм, значит, выходит фильм «Наемник», боевик, сейчас невозможно предсказать, что это будет за фильм, единственное, что в главной роли Крис Пейн, ну, такой голливудский красавчик, в принципе, на него могут пойти. Единственное, минус, конечно, что в связи с нынешней ситуацией фильмы, в которых фигурирует война, боевые действия, конечно, не так, скажем, привлекательны, как когда-то. То есть, когда ты смотришь на экране «Войну перестрелки» — это одно, когда ты понимаешь, что где-то рядом это происходит вживую, это как-то уже не радует совершенно такое кино. Поэтому, ну, не знаю, будет ли интерес к этому фильму. Ну, и итальянская картина «Книжный» в Париже. Редкий, редкий гость. Итальянское кино, по-моему, не знаю, как французское чаще, а итальянское бывает крайне редко на больших экранах. Сюжет, честно говоря, вот я тоже, не видя фильма, сложно сказать, насколько он будет удачным или нет, но сюжет как будто бы такой достаточно избитый мужчина в годах, который посвящает время книжному магазинчику, у него дочь Альбертина, и знакомится с веселой, эксцентричной женщиной, и снова начинает ощущать эмоции, которых он давно уже забыл. Ну, в общем, такая аннотация известных актеров. Интересно, что фильм итальянский, при этом действие происходит в Париже. Ну, романтическая комедия, наверное, это больше интереса привлечет, чем боевик. Ну, единственное, что вот я еще обратил внимание, что режиссер и исполнитель главной роли один и тот же человек. В общем, меня всегда немножко смущает, напрягает, то есть такое как бы в коммерческом фильме попытка актера, звезды самого себя еще и снять в выгодном ракурсе. Ну, всегда это немножко как-то так сразу вызывает настороженность. И я еще... Да. Я, да, я хотел просто на всякий случай, если ты уже на другую тему перейдешь, я хотел просто отметить, что, например, сегодня есть возможность еще посмотреть на большом экране «Властелин колец». Вот я тоже хотел... Да. Я как раз хотел сказать об этом. Это кинокульт и первая часть. И я, когда открыл информацию, вдруг с ужасом понял, что фильму-то 20 лет. Это просто что-то невероятное. То есть если так представить, то вот человек, который не видел его на большом экране, сейчас уже совершеннолетний. То есть который вот в тот момент, когда он вышел, ему уже 21 год человеку, который, ну, например, родился в том году, когда фильм вышел на экран. А ведь кажется, как вчера появилась эта трилогия и первый ее фильм. Я сразу могу предаться воспоминаниям. Я очень хорошо помню, что когда этот фильм выходил, во-первых, его же снимала компания, ну, которая, киностудия, которая, к сожалению, сейчас уже не существует, «Нью Лайн Синема». Но на тот момент у «Нью Лайн Синема» шли дела, достаточно тоже шатковалка. И эта картина на какое-то вот время спасла эту киностудию. Она находилась на грани банкротства. И вложив все средства, они вложили туда, ну, все, что было. Там очень большая была сумма. И они все поставили, вот можно сказать, на кон. И они вот выиграли, и эти три картины, когда уже первая вышла и стала, ну, невероятно популярной, била все кассовые рекорды, уже стало ясно, что они победили. Причем это был очень рискованный действительно момент. Почему? Потому что, ну, многие сомневались и боялись, что картина привлечет очень узкую, нишевую аудиторию именно фанатов фэнтези, поклонников вот немножко таких толканутых, как их называют, в общем, поклонников Толкена. Ну, плюс еще неизвестный режиссер, по большому счету. То есть Питер Джексон, это снимающий «Властелин на колец», это до всех Кинг-Конгов, до всех блокбастеров. То есть Питер Джексон, это режиссер, который начинал с трэш-кино, я, насколько помню, под названием «Живая мертвичина» или что-то такое. То есть он снимал фильмы. У него был фильм еще «Небесные создания», вот очень хороший. А, да, это, наверное, было до этого. Но факт тот, что режиссер был абсолютно не топовый, и они вот бросили на все ресурсы на это. И плюс, как ты правильно говоришь, узкоспециализированный жанр. И плюс огромная, так скажем, ну, огромная база. То есть источник, он трехтомный. И первый фильм трилогии, это просто риск в риске, потому что, ну, они снимают три фильма, запланированы уже три фильма, а если первый не пойдет, то все как бы идет на смарку. Поэтому, конечно, это был героический, с их стороны, поступок, и хорошо, что он оправдался. Ну, и я хочу напомнить, что тоже у нас на тот момент, когда вышел этот фильм, не было тогда еще, по-моему, форум «Синемас», ну, и вообще не было мультиплексов в городе. И это тоже был какой-то, ну, какой-то... Сейчас это сложно как-то представить, но раньше вот были действительно отдельные кинотеатры. И вот я тогда... Три или четыре кинотеатра, там «Оскар кинотеатр», не помню, какие еще там, как они назывались, да? Да, и лакромных экранов не было. Поэтому вот сейчас, если кто-то вдруг хочет поностальгировать, а кто-то вдруг и не смотрел, то, конечно, есть такая возможность, потому что вот сегодня идет первая часть, а через три дня, 26-го, начнется, тоже будет на большом экране вторая часть. Ну и, соответственно, в обозримом будущем будет и третье. Так что есть возможность действительно предаться вот этим каким-то ностальгическим воспоминаниям. Может быть, действительно для кого-то, ну это будет в новинку увидеть его на большом экране. Я так видел, смотрел первую часть вообще в Касунсе. Там не очень большой экран, и вообще как-то так все было очень сложно. Но я скажу честно, что не только в Нью-Лайн-Синема переживали, но и наши прокатчики тоже переживали. Я даже помню, что мы на радио специально устраивали розыгрыши билетов, рассказывали, объясняли, пытались убедить людей, что это не только для любителей жанра фэнтези узкого, а что это фильм, который должен понравиться более широкой аудитории. При этом я еще просто в связи с этим вспоминаю, что в прошлом году где-то в закромах российского телевидения где-то был найден считавшийся утерянным телеспектакль, поставленный по первой части. То есть его сняли в 85-м году. По большому счету можно считать, что это была первая экранизация Толкина с живыми людьми. А, нет, не в 85-м, его сняли в 90-м году, в 91-м, да. И показали один раз, и многие считали, что он утерян, фанаты долго его искали, и вот наконец-то нашли, в прошлом году оцифровали и выложили в сеть. Но это, конечно, очень смешно, конечно, на фоне Джексона смотрелось, но самобытно и любопытно. Поэтому если вдруг кто-то захочет и кого-то интересует темой, он пропустил этот факт, он мог уже найти в интернете этот телеспектакль. Он из двух частей, ну, в принципе, с достаточно известными российскими актерами, которые очень смешно там изображают эльфов и гномов и хоббитов. А в 85-м году была телепостановка «Хоббита», ну, первой части Толкина. И это действительно, я так посмотрел, это действительно первое, по-моему, исполнение Толкина живыми актерами вообще. То есть в СССР сняли Толкина до того, как Голливуд вообще обратил на него внимание. То есть в Голливуде до этого были только мультики, по-моему, по Толкину, а живые люди его не играли. И вот это был первый такой прорыв. Ну, хотя в СССР вряд ли, я сомневаюсь, что там соблюдали какие-то авторские права. Нет, конечно. Да, в известность. Но так или иначе, можно сказать, что советские актеры первые сыграли Горлума, Гендальфа и прочих персонажей. Такой интересный, любопытный факт. По-моему, это было питерское телевидение Санкт-Петербурга, которое позволяло себе такие вольные эксперименты. Тоже по тем временам всё-таки было как-то... Всё согласовывалось, была цензура, начальство. Но вот как-то им удавалось именно в Питере более смелые такие постановки осуществлять. Я хочу сказать, что актеры, которые снимались вот у Питера Джексона, там же это было на самом деле «Братство кольца», они даже сделали себе татуировки все вместе. И затем вот с началом съемок внезапно решили заменить актера Стюарта Таунсенда. Он должен был играть Арагорна, и его убрали, потому что, ну вот, чувствовалось, что он не совсем попадает в роль. И его заменили Вигом Мортенсеном, который, ну, конечно, вот... Это такая звёздная действительно у него получилась роль. До этого я, ну, не помню таких больших у него ролей. И интересно, что Вига Мортенсен, он сумел вот именно пронести этот образ вот с развитием во всех трёх сериях. И было много связанных с этим достаточно, ну, любопытных, забавных моментов на съёмках. Например, момент, когда... Господи, я уже забыл, там, кого убивают, но когда он кого-то, помнишь, оплакивает... Да-да-да, когда он думает, что хоббитов убили, и он ногой ударил по каким-то там декоративным черепкам в таком киношном, как бы, разочаровании. И в этот момент от удара сломал себе палец на ноге. И, собственно говоря, да, и при этом продолжал играть, и поэтому всё это сняли, и поэтому... И страдания на его лице мучительные. Да, страдания на лице, они настоящие. То есть такая байка. На самом деле это или нет, но байка такая существует. Ну, то есть, опять же, это культовое кино, вокруг которого много слухов. Например, я читал, что на роль Гендальфа хотели пригласить Шона Коннери, который тогда уже отошёл от кино, но всё-таки его приглашали, а он прочитал и сказал, я вообще ничего не понял в этом сценарии, это какая-то билиберда, и отказался. А самое интересное, что ему предлагали даже не какой-то гонорар конкретный, а процент от сборов фильма. Причём процент очень и очень внушительный. Ну, потому что очень были заинтересованы, чтобы завлечь из звезды. Он ещё и финансово очень сильно проиграл. Просто когда потом подсчитали, прослезились, то есть подумали, сколько, если бы он согласился, а все три фильма они собрали в общей сложности, сколько там было, 4 миллиарда или там, в общем, я не помню, 4 или 5 миллиардов, и вот этот процент, он составлял там, по-моему, чуть ли не 500 миллионов. То есть он мог получить такую какую-то гигантскую совершенно сумму, просто, что он стал бы самым высокооплачиваемым актёром вообще в истории всего кинематографа. Ну да, так вот, это вот интересные факты о гонорарах и прочее. Ну, это как бы можно развивать дальше тему, например, насколько я знаю, Киану Ривс, например, почему такой расслабленный вообще и получает удовольствие от процесса и не запаривается, потому что он в своё время именно такой контракт заключил на «Матрице», и поэтому он за них получил порядка 100 миллионов, 100 миллионов, по-моему, просто за первые части. Просто потому, что никто не верил в их успех, и поэтому ему пообещали процент от гонорара. Поэтому сейчас человек абсолютно не запаривается, может снимать, что хочет сниматься, в чём хочет, и дарить, делать большие подарки, учитывая, что затраты и запросы у него очень скромные. Ну, как бы такие вот вещи, как бы, интересные бывают, да. Я вот на прошлой неделе, по-моему, как раз предполагал, ну, вот говоря про ситуацию с тем, что голливудские студии бойкотировали российский кинорынок и отказались представлять свои картины. Там все, по-моему, все ведущие, «Парамоунт», «Дисней», ну, абсолютно все. И тогда вот я помню, что, ну, полупошутил, полусерьёзно говорю, что, наверное, индийские фильмы придут. Вот, ну, кто бы думал, значит, внезапно пришла новость, что да, реально сейчас, значит, в России пытаются найти альтернативу вот ушедшим западным фильмам, и вместо них будут показывать китайские, казахские, индийские и узбекские картины. Так что... Ну, это, конечно, новость вызывает грустную улыбку, но на самом деле, опять же, не стоит так, ну, прямо быть таким пессимистом, потому что индийское кино, оно не так плохо. То есть мы, конечно, его воспринимаем времён, там, 80-х, 90-х, Зита и Гита, там, все танцуют и прочее. Но индийское кино, оно сделало шаг вперёд определённый в плане зрелищности, хотя они там по-прежнему любят потанцевать, но, в принципе, это вполне смотрибельно. А китайское кино вообще, ну, сделало огромный шаг вперёд, и они снимают реально блокбастеры, особенно, конечно, патриотические, особенно там фантастические какие-то, фэнтезийные. У них очень красивые фильмы, потому что они тратят большие деньги на спецэффекты, и их фильмы реально... Порой реально приятно смотреть. Единственное, что там очень сложно разобраться во всех их мифологии, да, но, в принципе, если так вот объективно оценивать, у них фильмы очень хорошие. Не зря, например, ну, понятное дело, что по причине пандемии предыдущий год самым кассовым фильмом за год вообще в мире был именно китайский фильм, насколько я помню. Вот, и там, ну, какой-то героический боевик про... О битве возле водохранилища, по-моему, там вот он так и назывался, битва при водохранилище. Ну, в общем, два года подряд, по-моему, их фильмы становились самыми кассовыми, ну, понятное дело, что по причине того, что они, у них рынок свой, они его там берегут, и все внутри своего Китая все смотрят. Но так или иначе. Поэтому не думаю, что стоит так высоко на это смотреть. Ну, понятно, что узбекское и казахское кино, но это, конечно, я не знаю, не могу ничего сказать на этот счет. Хотя, ты знаешь, вот как раз вот про узбекское и казахское кино тоже говорят, что вот мы, может быть, посмеиваемся, но есть там у них очень яркие, интересные картины. И, ну, вот мы, к сожалению, об этом не знаем, но, тем не менее, вот если покопаться, посмотреть, то достойное кино. Мы можем выбирать и сравнивать. Россиянам, к сожалению, этой возможности уже не будет, им придется. Ну, опять же, как ты об этом начал говорить, я вчера прочитал занятную новость, что сегодня, с сегодняшнего дня в России в прокате, кинопрокате на больших экранах стартует фильм под названием «Служебный роман». Тот самый, собственно говоря, 1975 года Эльдара Рязанова. Они его выпустили в повторный прокат. Вот такая вот история. То есть они реально решили сделать так. Я видел, просто думал, что это шутка. Видел на Фейсбуке, там, своих российских знакомых. Я думал, что это они как бы печально шутят, что придется смотреть, типа, старые... Нет, Мосфильм объявил, что вот 23 или 24 марта выходит, они его отреставрировали, добавили там красочек и прочее. Ну и, собственно говоря, ну, в свое время он был, конечно, ну, по просмотрам рекорда бил, но, возможно, сейчас тоже. Хотя вряд ли найдется в России кто-то, кто его не смотрел по телевизору, поэтому не знаю, какие его перспективы у него. Но что тут скажешь? Тут вариантов нет. Просто интересный факт, что ведь в свое время вышел ремейк его, ну, сколько там, лет 10 назад, и он особой популярностью не пользовался, и интересный факт, в нем главную роль играл Владимир Зеленский. Да, я хорошо помню, да, Светлана Ходченкова и Владимир Зеленский. Да, вот такой, понимаете, такой как бы водоворот как бы занятных факторов. Я посмотрел данные вот по статистике и должен сказать, что, несмотря вот на то, что выпустили служебный роман, в России как раз отмечали, что самые худшие были сборы со времен чуть ли не локдауна, ну, вот самого жесткого локдауна в пандемии вот в 21-м году. И, конечно, так смотрят достаточно с грустью, я понимаю, прокатчики на эту ситуацию, потому что без блокбастеров, конечно, без блокбастеров Голливуда, это, конечно, без вариантов, никакие иронии судьбы, никакие осенние марафоны, кинза-дза и джентльмены удачи не спасут в данном случае. Ну, возможно, есть какие-то государственные субсидии, которые будут там даваться деньги, но это, конечно, тоже... Ну, что тут говорить? Грустный факт. Это надо принять, видимо, россиянам тут уже ничего не поделать. Ну, вот интересно, да. Я просто хотел заметить еще вот по прокату, что американский Бэтмен, вот который голливудский сейчас гремит по всему миру, он собрал 300 миллионов в Соединенных Штатах Америки, 298 за его пределами. Но, тем не менее, вот с китайским рынком как-то не подгадали. Дело в том, что сейчас, оказывается, в Китае готовятся к 20-му съезду Компартии. И из-за того, что очень боятся эпидемии коронавируса, сейчас стараются ограничить все массовые мероприятия, и поэтому 40% кинотеатров вообще закрыто. И поэтому вот как-то вот Бэтмен американский пришелся никогда не попал вот в нужный момент. Он вышел именно в тот момент, когда 40% кинотеатров не работает, 40% площадок. И поэтому сборы этого фильма не очень внушительные, к сожалению. Ну, именно в Китае. Ну, это показатель того, как сильно китайский рынок все-таки влияет на производскую продукцию. Есть такой факт, что в отличие от российского, на Китае они должны обращать внимание. Ну, и опять же, если говорить еще о российских каких-то кинематографистах, я хотел просто напомнить, что в конце следующего года в Америке должен был выйти ремейк той же Иронии Судьбы. И я, честно говоря, теперь не знаю, какая судьба его ждет. Фильм назывался «Про судьбу». Ну, то есть название другое. Место действия, конечно же, там Чикаго или что-то еще такое. Ну, я думаю, что просто уберут, может быть, вообще все отсылки к России. Нет, там все как бы все американские актеры. Единственное, что режиссер, россиянин, вот, но с литовской фамилией, Мариус Вайсберг, кажется. Мариус Вайсберг. Ну, Вайсберг, да. Мариус Вайсберг тоже снимал в своих фильмах, очень много он сотрудничал с Зеленским. То есть все фильмы Зеленского первый снял именно он. Ну вот, и теперь вот такая вот оказия случилась. Ну, в общем, не знаю, мне было бы интересно, конечно, посмотреть этот фильм, но... Я думаю, что, ты знаешь, вот Вайсберг не совсем русская фамилия, поэтому никаких ассоциаций, я не думаю, что будет с Россией. Скорее всего, они просто открестятся от оригинала и попытаются провести это просто как вот оригинальный проект. Может быть, даже наоборот, режиссера, который снимал Зеленского, там будет, наоборот, все это на ура восприниматься. А между тем, ну да, грустная была вот новость о том, что буквально на днях стало известно о смерти Виталия Мельникова, режиссера, который снял фильмы «Старший сын», «Отпуск в сентябре». Это, ну, в принципе, такие очень достойные картины интересные. «Старший сын» с Леоновым, Караченцевым, одна из первых ролей Михаила Боярского, ну, такой достаточно Светлана Крючкова. Кроме того, он снимал фильмы «Начальник Чукотки», «Здравствуй, прощай». Ну, с другой стороны, в общем, было ему уже 94 года, так что действительно долгая счастливая жизнь. И фильм «Анчартед», «На картах не значится», который и у нас идет, он, в принципе, попал в топ-5 самых кассовых экранизаций игр в истории. Обогнал он «Принца Перси», а на первом месте рейтинга «Варкрафт», за ним идут «Покемон», «Детектив Пикачу», «Рэмп Эйдж» и «Энгри Бёрдс в кино». Вот самые, значит, ну, самые кассовые экранизации фильмов. Прямо вот слушаю список, просто самые лучшие фильмы, можно сказать. На самом деле, ну, очень редко, когда бывает экранизация игр достойной, мне так кажется, не помню на своей памяти, вот что-то прямо такое, чтобы сказали, да, вот эта история стоила того, чтобы ее экранизовать, но я еще не видел этого «Анчартед», поэтому не могу ничего сказать. Но те фильмы, что ты переназвал, они не вызывают, так скажем, такого эстемизма. Ну, да, скажем. Я не могу сказать, если новости о новостях тоже, наверное, о грустных, но не настолько грустных, но все-таки о грустных. Появилась новость, не знаю, верить или нет, что Олен Делон как бы говорит о том, что он прошел свой жизненный путь и готов, собственно говоря, я готов на эвтаназию. То есть вот прямо так брутально. То есть он живет в Швейцарии сейчас, и поэтому там эта процедура разрешена. И когда его спросили об этом, он сказал, что да, я вот думаю об этом серьезно. И его сын сказал, что он, Делон даже обращался к нему с просьбой, чтобы помочь в этом как бы процессе. Но я хочу сразу оговориться. Я тоже читал эту новость. И я так понял все-таки из контекста, что немножко, ну вот вырвано было из контекста те слова Алина Делона, речь шла именно о том, что он не хотел превратиться, условно говоря, в овощ. То есть это речь шла о том, что в случае, если он потеряет способность двигаться, способность мыслить, то есть в этом случае он бы не хотел... Да, понятно, что он не бежит уже туда на очередь становиться. Но к тому, что если он почувствует и прочее, то он вот как бы готов к этому. Ну просто к тому, что осознание того, что ему уже 86 лет, что как бы время бежит, то это как-то грустно, неумолимо, потому что мы помним его на экранах, помним молодого, красивого. И в прошлом году не стало Бельмондо, закадычного его друга или закадычного врага даже скорее, потому что они, как я читал, они очень часто, ну, так скажем, соперничали. Хотя иногда и снимались вместе, но при этом они очень соперничали за статус первой французской звезды. Вот. И при этом дружили. И вот в прошлом году Бельмондо не стало. И, может быть, Делона это подкосило в том числе тоже. Плюс я читал, что вот к концу, ну, к этому этапу жизни он остался, ну, в общем-то, один. То есть у него нет, при том списке каких-то любовных побед, он сейчас один, у него нет жены. У него есть дети, с которыми он очень долго не поддерживал отношения, но сейчас вроде как они наладились. Ну, то есть печальный такой достаточно результат, наверное, жизни звезды, и поэтому понятно, почему он так говорит. Наверное, действительно он устал слегка от всего этого. Ну и есть еще, конечно, одна причина. Он очень разочарован в современном кино. Я читал его интервью, они уже где-то появились, ну, вот в 90-е годы он жаловался на то, что кинематограф изменился, изменилась. Ну, вот его мир, в котором он привык творить, изменились правила игры, картины стали, ну, в другом стиле снимать. И, конечно, он чувствовал себя уже чужим, никому не нужным. Фильмы с его участием стали проваливаться в прокате, и поэтому он уже не хотел... Ну, вот как-то уйдя из мира кино, в принципе, он, мне кажется, утратил, ну, как бы этот вкус к жизни, потому что он постоянно был на экранах, постоянно на съемках. Вот. Ну, такая пятиминутка пессимизма. Да. Ну, а если говорить о превращении Вова, то еще одна такая же грустная новость говорит о том, что ходят слухи, что у Брюса Виллиса диагностирована деменция. И, как бы, возможно, именно в этом причина, что, например, ну, то есть не случайно в прошлом году на «Золотой малине» ему даже все смеялись, что ему посвятили отдельную категорию «Худший фильм с Брюсом Виллисом», потому что он снялся за прошлый год в восьми фильмах, и все они были одинаково плохи, в общем-то, по большому счету. И все над этим позлорадствовали, как бы, что, мол, ушел он в тираж достаточно так крепко. Вот. И сейчас выясняется, что, возможно, это связано с тем, что он теряет память, он уже не может вспоминать реплики, ему приходится пользоваться наушниками, поэтому, соответственно, его не приглашают на какие-то серьезные работы, и он вынужден подрабатывать именно на таких, ну, трешовых фильмах категории «Б», где просто можно как-то заработать себе на, ну, более-менее достойную жизнь. Ну, вот еще одна очень грустная такая вещь. Ну, а теперь о веселом. Собственно, «Оскар близится». Уж «Оскар близится». Проведет церемонию, значит, три девушки, одна из которых стендаперша и актриса Эми Шумер. Она снималась в фильмах «Красотка на всю голову», «Девушка без комплексов», достаточно такая бойкая, пухленькая, некомплексующая по поводу своей внешности и привлекательности. Вот. И говорят, что на «Оскаре» выступит «Бейонс», ну, имеется в виду с песнями, «Билли Айлиш» и там еще ряд. Исполнитель, единственное, что никого не будет, Ван Моррисона, который написал и спел песню для Белфаста «Down to Joy», но Ван Моррисон, оказалось, не сможет просто по причине того, что он подписан на турне, он в настоящее время находится на гастролях, и у него не совпадают графики, он не может приехать, ну, вот, поучаствовать в церемонии «Оскара». Вот. Зато я слышал, что, по-моему, та же Эми Шумер или кто-то пригласили поучаствовать в церемонии, наверное, виртуально, все-таки того же Владимира Зеленского. Он все-таки актер, по-первых, профессии, поэтому, в принципе, не будет казаться чужеродным совсем. Ну, не знаю, насколько это серьезно и насколько это будет, зайдет далеко. Но в этом есть какой-то смысл. Единственное, что я сомневаюсь, что он поедет, полетит в Лос-Анджелес. Ну, конечно. Возможно, что какая-нибудь видеотрансляция вполне возможна, потому что для него сейчас эта площадка тоже хорошая для того, чтобы как-то рассказать о ситуации в стране. Ну, и, наверное, напомним, что сейчас, какие фильмы номинированы, какие шансы, поскольку с течением времени уже масса наград были розданы. Кстати, последними раздавала гильдия сценаристов. И тут вышел такой небольшой конфуз. Получили два проекта «Кода ребёнок глухих родителей» и «Не смотрите наверх». То есть вот власть пса осталась без награды. И опять все заметались, потому что, с одной стороны, все, значит, как будто бы предсказывают, что именно власть пса должна забрать львиную, вот, забрать львиную долю наград. Вот. Но, тем не менее, внезапно вот такие коррективы. И я тоже читал, что кто-то высказывал уже из критиков, что, может быть, даже и «Кода» будет признан. Вот «Ребёнок глухих родителей» получит приз как лучший фильм года, потому что в нём есть, ну, вот, вроде бы им понятная мораль, и какой-то он весь очень душевный, понятный. Ну, то есть, вот, может быть, вот в наши такие тяжёлые... Симпатичный фильм, на самом деле, поэтому я только порадуюсь, так скажем, искренне, если он победит. Хотя я, лично я ставлю тоже на власть пса, и если бы я выбирал, я бы тоже выбрал власть пса. Хотя вот кто-то утверждал, что лучший фильм – это всё-таки «Лакричная пицца» насчёт Паула Андерсона, что это всё-таки такое вот, ну, действительно, настоящее вот кино-кино. Кто-то всё отдавал предпочтение «Белфасту» Кеннета Брэнна, и что это такое тоже и серьёзный фильм, и драматический фильм. Ещё среди вот номинантов были «Не смотри наверх» с Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс Дюна, ну, которая, скорее, победит в технических номинациях, «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли, «Алия Кошмаров», ну, которая, к сожалению, судя по всему, как-то нигде не получала наград, и поэтому, скорее всего, так номинать. Случайный гость на этом празднике. Да. И «Вестсайдская история», которая, ну, представляет собой как ремейк, знаменитого мюзикла, снятый Стивеном Спилбергом. Я забыл ещё «Веди мою машину». Да, «Вся зарубая машина». Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему этот фильм оказался в списке лучших фильмов года и одновременно в лучших фильмах зарубежных. То есть это японский фильм, почему он оказался и там, и там. Я не нашёл ответа на этот вопрос. Я тоже. Поэтому там, видимо, какие-то хитрые правила, которые позволили ему это сделать, но вот о них никто нигде не пишет. Ну, если говорить про лучшего режиссёра, то здесь как будто бы без вариантов все действительно барометры указывают на Джейн Кэмпион. Ну, Олег, а твой, скажем, на что ты ставишь? На кого бы ты выбрал лучшим фильмом года? Из фильмов? Да. Да. Я, ну, наверное, всё-таки Кода у ребёнка глухих родителей. Он мне понравился больше всего. Мне показалось, что это, ну, фильм, который, в самом деле, вот он напоминает победителей вот прошлого. Ну, я имею в виду даже до 90-х годов. Вот именно такой... Да, Форреста Гампа. Да, ну, вот Форреста Гампа. Ну, какой-то такой душевный фильм, где, ну, вот я повторюсь, есть мораль, есть какие-то очень такие вот понятные адресованные зрителю какие-то вот послания. То есть, ну, он действительно очень добрый. В нём есть прекрасная игра актёров, в нём есть душа, вот какая-то прямо вот переживание. То есть, я бы... Ну, а я буду ставить всё-таки на власть пса. Мне кажется, это такое очень монументальное кино, поднимающее какие-то такие темы хорошие. Оно действительно очень интересное. То есть, вначале кажется, ну, что, сейчас там покажут какую-то глубинку американскую, какие-то не очень понятные проблемы, но потом ты постепенно очень... Благодаря хорошей игре актёров там целый ансамбль, и каждый из них хорош, поэтому практически все они... Каждый получил номинацию в своей категории. И благодаря их игре ты проникаешься этой историей и смотришь, в общем-то, не отрываясь. Плюс, мне кажется, этот фильм... Вот я для себя так решил, что лучшим фильмом года вообще теоретически, мне кажется, должен становиться тот, который понятен каждому, понятен человеку в любой стране и понятен, ну, практически в любом возрасте. Поэтому, например, критерию никакой Человек-паук и никакая Дзюна, конечно же, не могут, ну, на мой взгляд, стать лучшим фильмом года, да, потому что это отсекает части аудитории, которые посмотрят, скажут, что это вообще, о чём это. А вот этот фильм, ну, и, кстати, по этому параметру, наверное, и года тоже очень хорошо подходит. Но вот мне кажется, что всё-таки, что серьёзное кино власть сана для меня, ну, по крайней мере, кажется лучшим фильмом года. Ну, и вот как раз-таки Джин Кемпион имеет все шансы получить статуэтку. Для неё я тоже говорил неоднократно, это было возвращение после долгого... Как режиссёра, да. Как режиссёра, да. Потому что она снимала какое-то время даже на телевидении сериалы и долгое время не снимала таких художественных кинофильмов. Ну, и её соперники Кеннет Брэнна, Пол Томас Андерсон, Стивен Спилберг и вот японский этот режиссёр, снявшийся «За руль моей машины». Ну, все говорят, что вроде бы за ней должно остаться победа. Что касается вот актёров, актрис... Да, лучший актёр, например. Я лично ставлю на Уилла Смита «Король и Ричард». Ну, не то, что ставлю, я тут ванговать и настрадаймить не буду, предсказать невозможно, но если бы я выбирал мой фаворит, это Уилл Смит «Короля и Ричарди». Хотя вот я читал тоже все предсказывают ему победу, но тем не менее многие говорят, что жалко, но Дензел Вашингтон вот в трагедии Макбета уж очень хорош и, конечно, жаль, что наверняка не ему достанется награда. Среди вот актрис опять-таки пророчат все победу Джессики Честейн глаза Томми Фэй, хотя вот у неё соперницы достаточно тоже яркие, Оливия Коллман, прекрасная актриса, значит, в «Потерянной дочери» Пенелопа Круз в новой картине Педра Альмадовара, Николь Кидман быть Рикардо и Кристин Стюарт, сыгравшую Леди Диану. Внезапная Кристин Стюарт, да, Спенсер. Но тут я не могу ничего даже предполагать, потому что из этих всех пяти картин я видел только две, быть Рикардо и Спенсер. Поэтому Кристин Стюарт вряд ли дадут, потому что она слишком молода, мне кажется. Мне кажется, при награждении присутствует такой налёт определенной конъюнктурности, они не дают чисто за искусство, там есть какие-то определенные свои подводные камни, в том числе с тем, что для Кристин Стюарт, мне кажется, сама номинация уже достаточной наградой. А Николь Кидман, не знаю, насколько её роль тянет на Оскара, остальных я не видел, поэтому не могу ничего, так скажем, предсказывать и отдавать какие-то предпочтения. Ну и тут среди актёров второго плана предполагается, что получит Ариана Дебосс за «Весайдскую историю». Сложно сказать, потому что, честно говоря, говоря, ну вот я посмотрел картину, но я мюзик... Я тоже посмотрел, и вот я примерно в таком же состоянии. То есть это классика, я в своё время посмотрел и оригинальный фильм, но он как бы всё сказал, какая-то американская вариация Ромео и Джульетты, перенесённая на улицы старого Нью-Йорка или что-то чего там, банды подростковые, межнациональные. Мне кажется, это настолько уже всё во вчерашнем дне, поэтому я, честно говоря, не очень понял, зачем Спилберг это переснимал, поэтому оценить, поскольку сам фильм не очень, а я оценил, поэтому и работы актёров в нём тоже не очень, мне кажется. Ну да, я могу сказать, что мне кажется, что и в нашем прокате вот в латвийском он особенно не пользовался успехом, ну вообще... Это и неудивительно. Мюзиклы, ну такой специфический жанр, конечно, очень специфический. Ну и когда мы говорим про актёра вот второго плана, здесь все всё-таки говорят, что Тро и Кацур из «Ребёнка глухих родителей» просто там добавляет ещё, конечно, то обстоятельство, что он сам актёр глухой, и для него это... Кстати, по-моему, уже был прецедент, когда получала Оскар актриса «Глухая», она сыграла с недавно вот ушедшим из жизни Уильямом Хартом в фильме «Дети тишины». Была «Children of Lesser God» фильм в 80-х годах. Была такая очень достаточно трогательная история про учителя в школе, который занимается вот с глухой девушкой, которая... Ну, у них там вспыхивают чувства. В общем, такая достаточно была трогательная история. И там вот действительно эта актриса, она была на самом деле глухая, и она стала первой глухой актрисой, которая получила премию «Оскар». Ну и, судя по всему, вот Тро и Кацур имеют все шансы повторить этот успех. Ну, я тоже, наверное, на него ставлю. Хотя вот, если говорить о актерах второго плана, я тут вот посмотрел, что все фильмы, которые здесь есть в этой категории, я их посмотрел. И, в принципе, наверное, они практически все роли хорошие. И Джей Симмонс в роли Рикарда очень такого характерного персонажа сыграл. Интересно. И Коди Смит Макфи, этот молодой парень во «Власти Пса», он тоже очень хорошо сыграл. Не потерялся, так скажем, на фоне именитых актеров Камбербэтча того же и прочее. То есть ему тоже вполне можно было бы за эту роль дать Оскара. И муж Кирстен Даннс Джесси Племонс тоже во «Власти Псах». В общем, на самом деле, все роли очень хорошие. Трудно выбрать. Но, наверное, вот как ты говоришь, что глухонемой актер, возможно, он перетянет внимание кинокритиков на свою, академиков на свою сторону все-таки этим фактом. А про лучшую актрису второго плана я лично буду болеть за Кирстен Даннс. Ну, которая во «Власти Пса» сыграла. Да, да. Ну что же, нам показывают, что время завершать нашу передачу. В следующую среду подведем уже итоги Оскара. Действительно, посмотрим, насколько оправдаются наши прогнозы и ожидания. Спасибо большое, Владимир Веселов, Олег Пеков, программа «Синема». До следующей среды. Всего доброго. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОМА.